Это 22-я рождественская регата в классе финны, 32-е зимние старты для детей. Всего в этом году приняло участие 86 техсменов. Среди них претенденты на участие в Олимпийских играх 2016 года, член сборной страны по парусному спорту Наталья Гонженко и ее спарринг-партнер Екатерина Зюзина. В рождественской регате в Сочи они, конечно, в победителях. Екатерина сама из Липецка, но вот уже третий год выступает за Сочи. На Лазаре 4-7 я выиграла первенство России. Меня увидел мой будущий тренер Андрей Николаевич Старт. Начал со мной выезжать на европейские мировые соревнования. И дальше я к нему перешла, и мы выбрали Сочи. Январские старты проверили всех участников соревнований. На выносливость, одним словом, ехтсменам удалось проявить все спортивные качества. Была и большая волна, и сильное течение, и переменчивый ветер. По словам участников гонки, это хорошая парусная погода. В жесточайших условиях сегодняшнего гоночного дня мы увидели, что дети готовы к очень серьезным мероприятиям. И погода их не останавливает. Ну, для примера, сегодня были порывы ветра 10-12 метров в секунду. Все отработали очень хорошо. За незначительным, будем говорить, дефектом парусов и поломанных трех матчей. Все. Подающая большие надежды сочинка Софья Бугакова победила в предолимпийском классе яхт 420, за что получила не только грамоту, но и важную для нее книгу Билла Гладстоуна «Настройка гоночной яхты». Для разных погодных условий существует разная настройка. Эта книга как раз поможет подобрать нужную мне настройку, так как эта настройка зависит от веса экипажа, так как я гоняюсь в двойках классом, в одиночках. Сейчас все юные яхтсмены будут готовиться к спартакиаде Кубани, которая состоится в Сочи в апреле, но спортсмены классом выше тренироваться с прицелом на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Гелена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.